Продолжение следует... Продолжение следует... И хочу сказать вам, что хвалят они их не зря. Это карты Madison Dealers в красном цвете. То есть сначала были выпущены, насколько мне известно, в зеленом цвете. Потом Madison решил сделать еще карты в красном цвете. Итак, коробочка у нас такая вот беленькая. Все надписи здесь красные. То есть надпись Madison Dealers Luxury Playing Cards. Ну и сам символ Мэдисона. Сверху написано Madison Dealers. По бокам здесь у нас ничего не изображено. И снизу такая вот... Ну как обычно, эмблемка All Illusionists написано... Distributed by the Illusionist Playing Card Company. Вот такой вот штрих-код. Здесь изображение самой рубашечки. Она такая вот красненькая у нас. И здесь кругом символы Мэдисона. Ну что ж, давайте мы ее с вами откроем. Здесь, когда мы открываем, кстати, на крышечке инициалы DM. Что означает Daniel Madison. И здесь вот дальше на язычке инициалы GL. GL это кореш Мэдисона Джефф Лианзо. Он как раз помогал создавать ему разные свои колоды, включая вот эту вот карту. Поэтому, когда вы открываете колоду и там надпись GL, значит, вот этот вот Джефф Лианзо, он как бы дизайнер, художник, он приложил руку к этим картам тоже. Так что, если вы видите эти инициалы, знайте, над этой колодой тоже работал Джефф Лианзо. Вот такая вот у нас коробочка. Итак, сами карты. Сами карты. Ну, как обычно, как это часто бывает в колодах, у нас есть даблбэк-карта. И у нас есть карта, где написано Мэдисон Дилер, Иллюзионист Плейнг Кард Компани. И написано, что Мэдисон Дилер сохранит черный секрет. Типа, используя его, вы сможете легко определять карту. Достаточно просто посмотреть на оборотную сторону. Ну, короче говоря, это колода крапленая. И здесь вот есть такая ссылочка на этот сайт, на сайт Иллюзиониста. Там у них есть отдельная страница, где Мэдисон рассказывает о том, как эта колода прокраплена. То есть, как определить систему маркировки. Итак, ну, первым делом давайте посмотрим, как обычно, на Джокеров и на Пико Го Го Туза. Итак, Джокеры у нас. Джокер у нас это вот такая вот ворона, которая, похоже, позарилась на чужое золотишко, но была не очень расторопна и получила пулю в спину. И поэтому она такая вот мертвая здесь валяется. Второй Джокер, это, видимо, ее напарница, которая сидела на Палеве, но, видимо, Палева прощелкала. Ее спалили раньше, и поэтому она также приказала долго жить. В общем, две таких вот мертвых вороны изображены на Джокерах. Причем, обратите внимание, один Джокер как бы с предсказанием, да, как обычно, как это часто случается. Вы смотрите, у одной вороны как бы лапы просто скрючились, да, в предсмертных судорогах. А другая ворона умудрилась эти лапы сложить в форме тройки крести. Поэтому, используя вот эти вот, вот это предсказание, вы можете показать какой-нибудь прикольный фокус. Итак, вот такие вот у нас Джокеры. Пиковый туз. Ну, вот такой вот туз. Такой часто у Мэдисона. Обычная его такая вот форма, пиковая масти. На многих колодах Мэдисона его, если даже не на всех, точно не знаю, все не смотрел. Вот, но он часто видел вот именно эту, такого вот плана, пиковую масть. Изображенную на пиковом тузе. Здесь написано Мэдисон Дилер за Иллюзионист Плейнг Кард Компани. Как я посмотрел обзоры некоторых ребят, почитал про эти карты, вроде как у Иллюзиониста своей компании игральной нету. То есть, почему здесь эта надпись появилась? То есть, либо потому, что они денег заплатили известным United States Playing Card Company, они написали это на картах, либо у них есть свой отдельный станок на этом заводе, где они и штампуют свои карты. Вот такой вот пиковый туз у нас. Далее. Далее, кстати, давайте сразу про рубашечку посмотрим. То есть, рубашка у нас выполнена, в отличие от зеленых, у зеленых нету белого канта. У красных белый кант есть. И на мой взгляд, это плюс. Я бы, например, вот со сплошными без этих, без канта брать бы, наверное, не стал. Ну, если только карты Бишки. Вот, Мэдисоновские дилерс я бы купил вот такие себе. То есть, обратите внимание, у нас рубашечка вся красная. Вот, кругом стоят символы Мэдисона. И сразу хочу вам сказать, что на углах есть система маркировки. То есть, обратите внимание, что вот здесь вот есть маленькие такие точечки. И они заштрихованы белой краской. Так вот, глядя как раз на эти точечки, вы можете легко определить, какая здесь карта. Я как бы в легкую так посмотрел. В принципе, разобрался. Здесь ничего сложного. Ну, как бы, если у вас этих карт нету, ну, смысл сейчас здесь это все рассказывать. А когда вы себе эти карты купите, здесь на рекламной карте есть ссылка, по которой вы перейдете, и там вам Мэдисон сам расскажет, как карты прокраплены. То есть, здесь прокраплены все карты. От двойки до туза. И указан не только, как бы, номинал карты, но и масть. То есть, вы можете легко определить, что это двойка бубей, там валет червей и так далее. Итак, далее пойдем. Ну, как бы, у нас пиковые масти, да, шрифты все одинаковые остались, все то же самое. Вот. Здесь у нас, как бы, старшие карты, да, валеты, дамы, короли, они у нас заменены. В чем фишка карт Мэдисона? Так в том, что здесь он изобразил своих друзей, хороших знакомых и родственников. Например, Валет Пик, это друг Мэдисона Джонни Брокс. Вот этот вот чувак. Дама Пик, это сестра Мэдисона, которую зовут Виктория. С таким красивым победным именем. Король Пик, это, кстати, тот самый Джефф Лианзо, инициалы которого на одном из язычков, здесь на колоде изображены. Вот такой вот Король Пик. Далее. Масти. Красные масти, сделаны чуть-чуть потемнее, чем на классических, например, байсиклах. Шрифты все те же самые остались. Вот такой вот у нас червовый валет. Валет черви, это фокусник Джака Хартс. Дама черви, это жена Маккеннона. Это, кстати, тоже один из друзей Дэниэля Мэдисона. Он также принимал участие в создании, по-моему, колоды Раундерс. Вот. Ну и вот Король Черви, это, собственно, сам Питер Маккеннон, фокусник и иллюзионист. Туз Черви. Потом у нас все те же самые изображения здесь. Все те же самые шрифты и цвета. Ну и вот потом пошли у нас крестовые старшие карты. Валет Крести, это Адам Билборд. По-моему, тоже это фокусник. Дама Крести. Это известная фокусница со своими неизменными красными волосами Лаура Лондон. Кстати, она показывает обалденные фокусы. Кто не видел, советую посмотреть в интернете. Ну и Король Крести, это фокусник Ди Кристофер. Туз и такие же бубновые масти. Чуть-чуть затемненные. Валет Бубей. Здесь Мэдисон, насколько я помню, в Раундерсах там был Валет Бубей другой, потому что он оставил его для своего сына. Вот. В этой же колоде он уже этого сына прорисовал. Хотя сын у него еще маленький, но он его уже изобразил вот таким вот. вот таким вот мужественным лицом. Валет Буби. То есть это сын Мэдисона Элайч. Дама Буби, это жена Мэдисона Ребекка. Ну и Король Бубей, это сам Дэниэль Мэдисон. Обратите внимание, да, его наколочка с крестом. И на другой руке у него такое вот предсказание. Девятка Крести. В принципе, Мэдисон сам легко узнается в этом вот Короле Бубе. Ну и, конечно же, Бубновый Туз. Друзья, что хочу сказать как бы по ходовым качествам этой колоды. Колода просто превосходная. То есть карты все тоненькие. Они мне сразу же напомнили монархов по своей вот этой вот. Потому что они тонкие. Скользят они просто превосходно. Короче, Мэдисон даже называет эту колоду колодой, которая веерится сама. То есть веерятся они просто классно. Также ленты все раскладывается изумительно. В общем, ходовые качества у колоды просто обалденные. Ну, собственно, как и у большинства нормальных колод, выпущенных иллюзионистом. Точнее, даже не у большинства, а, наверное, у всех. То есть тасуются непревосходно, нет никакой дубоватости, как на байках, например, на стандартах изначально. Сильно они не разъезжаются, что добавляет им плюса. В общем, колода, ребята, мне лично очень понравилась. За счет того, что эта колода крапленая, это как бы добавляет ей еще такой хороший жирный плюс. Поэтому я в дальнейшем планирую себе такую колоду прикупить. Ну что же, кому понравилась эта колода, то ссылку, конечно же, на покупку в проверенных магазинах я оставлю в описании к видео. Так что смотрите, думайте, я бы на вашем месте такую колоду прикупил, пока она еще имеется в наличии. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Это был обзор колоды Madison Dealer's Red. И до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok